Сестры-близнецы Мария и Ольга одни из самых опытных педагогов в своем коллективе. В школе-интернате номер 23 Петрозаводска для слабовидящих и незрячих детей Мария работает 20 лет, Ольга – 19. Одинаковые голоса сестер поначалу обескураживают детей, как определить, кто есть кто. Ученики пытаются с помощью педагогов справиться не только с этой трудностью. О том, как это происходит, рассказывают сестры Мария и Ольга, новые героини проекта «Современники». Ольга Анатольевна пришла на год позже меня, и когда только она появилась в школе, у детей была полная дезориентация, они не понимали абсолютно, что происходит. Они говорят, еще одна Мария Анатольевна вошла. А почему? Я только что с вами разговаривала, вы же со мной здоровались только что вообще в другом крыле. У детей была полная дезориентация, пока они не привыкли. Сейчас уже они улавливают, что Ольга Анатольевна немножечко, совсем пониже голос. Говорит, вот я ее по звуковым, что немножко голос ниже, я ее так различаю, что чуть-чуть у нее пониже совершенно. А так была полная дезориентация у детей. Причем еще мы когда только пришли, у нас был такой интересный мальчишка, который всегда говорил, можно я вас посмотрю? И он изучал лицо руками. И когда он сначала изучал меня, потом изучал Ольгу Анатольевну, и он все искал эти отличия, где же они там есть, он потом нашел. Там немного овал лица другой. У меня вообще в школе судьба такая, я много кем работала. Я работала логопедом, потом работала методистом, работала замдиректора, но все-таки вот эти все административные должности, это было не то, к чему я стремилась. То есть это не было, что я этого хочу. Это просто как-то так по судьбе приходило ко мне. Просто, наверное, вот пришел тот момент, когда я поняла, что я хочу заниматься тем, на кого я училась. Я хочу работать с детьми. Варя, сегодня мы с тобой будем учиться искать пары. Что бывает одинаковое? Например, ты в школу одеваешься? Да. Носки бывают? Их по два? Да. По два. Надо найти носки одинаковые. Что еще по два бывает? Рукавицы по два бывают, конечно. Вот сегодня мы с тобой наше задание найти пару. Скажите, пожалуйста, какие вы занятия с детьми проводите? Ну, в школе как тифлопедагог я провожу занятия. Это развитие сезания мелкой моторики и охрана зрения и развитие зрительного восприятия. Вот два таких больших коррекционных курса. Все ребята, которые сегодня были, приходят. Это те ребята, которые еще только начинают осваивать брайль. И как раз у нас задача в том, чтобы развить тактильное сезание, развить мелкую моторику рук. На сегодняшний момент из 110 детей у нас прописано заключением ПМПК обучение по правиле только 15 детям. Из 15 человек у нас есть часть детей, у которых есть остаток зрения, который позволяет им ориентироваться, который позволяет им смотреть телевизор, рассматривать картину, может быть даже рисовать где-то по зрячему обычно. Но в силу того, что у данных ребят не благоприятный прогноз на будущее, и их заболевание глазное прогрессирует, то этих ребят мы уже изначально учимся с теми и брали, чтобы если вдруг, не дай бог, случится, что они зрение потеряют, чтобы навык письма, чтение у них уже был сформирован. Уроки ИЗО в вашей школе-интернате чем отличаются от уроков ИЗО в общеобразовательной школе? Есть ли отличия? У нас есть трафареты, у нас есть картины объемные. Мы используем, если случается так, что если нет трафарета, то я накалываю на приборе, и уже ребенок может с помощью пальцев прочитать то изображение, которое мне надо. Это, конечно же, увеличение работ. И с незрячими детьми здесь очень важно тифлокомментирование. Настолько надо подробно описать тот материал, который мы изображаем, чтобы ребенку было понятно и доступно, что мы делаем. Нарушение зрения, как я всегда говорю, не является препятствием для творчества. И через рисование мы реализуем, не только мы эстетически развиваемся, но идет у нас социализация. Я могу привести пример, когда у нас был портрет и был незрячий ребенок, и я ему задаю вопрос, каким цветом мы сделаем губы маме, мы рисовали маму, каким мы цветом накрасим губы, какую помаду взял бы. А я не знаю, что такое помада. То есть ребенок, дойдя до пятого класса, он никогда не задумался над тем, что такое помада. Вот мы достали помаду, выяснили. Кругозор наших тем, наших занятий такой очень, очень большой. Ребенок, один из которых вы видели, когда он говорит, кто там дома есть, знакомимся с ним, описываем все. И вот мама, напиши, мама. Он говорит, вот мама такая-то, такая-то. Она носит свитер, носит юбку. Я говорю, а что такое? То есть он понимает, что женская одежда, это блузка, это юбка. Я говорю, а что такое юбка? И все. И мы сели, и мы поняли, что такое юбка, мы не знаем. То есть у них слово есть в обиходе, а то, что из себя это представляет предмет или явление, каким образом этим пользоваться, это как раз цель моих уроков, моих занятий. Научить ребенка определять, узнавать, научить, соотносить, да, даже элементарно, там, ближе, дальше, да. Если есть, например, остаточное цветовосприятие, то мы учим детей различать цвета, да, потому что это может быть одним из факторов дальнейшей ориентировки его в жизни. Смотри, у нас с тобой мы не весь поставили его, да. Вот он кричит. Все, Настя, стой, стакан, переполнен. Социально-бытовая ориентировка. Еще один предмет. Что он включает, скажите, пожалуйста, что вы, чему вы обучаетесь? Мы готовим, мы учимся правилам этикета, мы учимся во всевозможных как социальных сферах себя обслуживать, как коммуницировать с людьми, потому что бывают такие моменты, которые мы даже не обращаем внимания, потому что у ребенка, у незрячего, он теряет вот этот момент, когда можно чему-то научиться по подражанию родителей. Когда мы вроде на это не обращаем внимания, ребенок, подражая взрослым, он это делает. К сожалению, у незрячих детей, они этого лишены. И вот здесь уже задача педагога, родителей, воспитателей, всех вот этому его научить. То есть налить воду в стакан, казалось бы, простое действие, этому все равно нужно учиться. Да. Казалось, что это очень просто, даже некоторые родители говорят, ну это такое простое действие, и потом, а когда столкнулись, то этому надо научить. И ребенок не может этому научиться сам, он не может посмотреть и сделать, ему надо все рассказать, показать. А что за прибор, если можно так сказать, вы использовали, когда вот с Настей наливали воду в стакан? Это был индикатор уровня жидкости, который издает звуковой сигнал, когда жидкость доходит до определенного уровня. Но на самом деле мы этот прибор используем редко, потому что он очень дорогостоящий, и не каждый ребенок, не каждая семья может себе позволить его приобрести. Поэтому мы стараемся все-таки на звук, на палец. А насколько они распространены у детей незрячих? У нас в школе духовности. То есть не очень распространены? Не очень распространены. Потому что мы должны понимать о том, что это не выдается по ИПР, и если у тебя нет на это денег, значит мы должны выкрутиться так, без подручных средств. И мы, конечно, в основном стараемся использовать то, что может быть у каждого ребенка в обиходе. Потому что ему дальше ехать учиться, поступать куда-то, где он будет ждать отдельно от мамы. И не факт, что у него будут все эти приборы, гаджеты, которые ему помогут. Скажите, какие ваши ученики? Вы можете как-то охарактеризовать их несколькими? Я могу говорить про них очень много, я их очень люблю. Давайте три, может быть, слова выберем. Они жизнелюбивые, они отзывчивые. Я ценю у них то, что они хватают от жизни все, что только можно. Я понимаю, что я, например, свое учреждение, свою школу уже не променяю на другое. Я очень люблю своих детей. Ученица, которая уже 30 с лишним лет, и она когда видит нас или пишет, вот она пишет письма нам, и она всегда говорит, а вы помните, Ольга Анатольевна, а вот вы то-то для меня сделали. А Мария Анатольевна мне же сводила в салон, мне уши прокололо. Вы же, вы помните, то есть 30 лет, это для ребенка яркие воспоминания. Или там придется и она говорит, вот вы помните, вы меня научили р-р-р говорите. Я говорю, помню, она говорит, так вы меня от всех комплексов избавили. Я после этого петь захотела, я перестала стесняться. То есть они настолько благодарны и несут это через всю свою жизнь, что мне кажется, не для всех ребят это характерно, да? Наши ребята в этом плане особые. Вот так они такие, как все, и надо относиться к ним таким, как всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok